Это один человек, мы сыграем с Никитой в шахматы. Интернет-то не вывозит. Все, поехали. Эй, ты хочешь показать мне экран? Вот это все решит все проблемы. Понял. В скайпе. На полном сервисе. Я понял тебя. Так, у меня включен режим перетягивания на планете. Но мы все равно будем возить Никиту. Он играет пирцу Финцева. Что я имею в виду? Что я имею в виду? Я имею в виду. Вызовом, да. А6. Ну, короче. Сегодня у Олега Солмаха случайно включил видео в лицушке. Так. И... Там было нечто похожее. Нет, там Соберни играл C6. Ну, в общем, я все время мучаюсь, когда с Олегом играю пирцу. Я тут увидел, как он играет, если не уводить коня на F6. Я понял, что нужно играть именно тот вариант. Вот такая вот. Какими-то сейчас... А я бы с вами расковариваюсь, я не понял, какой вариант и детальщик. О чем-то? Короче. Сейчас, если я играю D5. Потом играю R4. Я думаю, все будет супер. Да, не исключено. Мне кажется, D5. Возможный ход. Так, если побить, это же всегда было хорошо. Потом пойти E5. Слон D4. Никита может пойти E5. Не знаю, менять мне слонов или нет. Может пойти E5. В принципе, наверное... Да, и потом E5. Кажется, что... Кажется, что у меня хороша. А ТВ он D2? Наверное, не лучший ход. Но рокировку он сделать не может. И... Че, сейчас мы идем в длинную. Думаю, кон D5 смотрится. Главное ничего не зернуть. Стратегически переигрываю своего оппонента. Пока что-то. Так, ну отверстие В6 это хорошее разрешение. Есть ли тактика? Да. А потом слонаж ты. Ну побил, побил. И нельзя прокладил. Потому что я бил ферзя. Потом играю в слон H3. И он не может сделать длинную. И все. Да. Определенность. Смысл есть. И все. Похоже. Теория закончилась. Она закончилась довольно давно. Люблю говорить фразу вот что происходит как-то. Международный мастер не знает теорию. Так. Да. Хотя должен бы. Должен владеть ситуацию. Не пускаем его ни хрена. Блокировки не будет. Слон зажат. Единственный конь неплохой. Но мы приведем нашего на Е4. Если он побил, то можно и ферзем побить. Да. Но вот это признание своей неправоты. Е4. Нам нужно бить. Вести коня на Е4. Я считаю, что в черном все неплохо. В черном все неплохо. Да. Потому что фигур мало в принципе. И белый пассивно стоит на своей плейни поле. Да. Можно попробовать срубить баг. Вот это ссать мне как-то нравится. Срубить баг. Срубить баг. Он срока будет нормальной. Пешка на Е4 достаточно слабая. Не берет на Е4. Да. Если возьму, то буду испытывать затруднение. Если возьмет, то съем на Е4. Теперь можно дать шаг. И короля отогнать вниз. на самом деле я не попал по кредке я хотел уйти на c8 теперь я буду страдать теперь мы уже зашли можно просто не вижу усиления игры а может было пасть на пешку так опять ничего не грозит мне честно говоря дэй 5 бью-бью играется 3 и пешка мне кажется что пешка очень сильно прям то может быть как а нет уже мало времени у мастера все-таки такие позиции обычно проигрываю ты проигрываешь даже куда более слабым шахматистом я думал что в этой парте у тебя все шансы на победу будет слишком выиграна так не понимаю что происходит напал сюда неужели будет связь а грозит конь е7 наглец сюда 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 еще одна какая-то ловушка так у нас лишний перст на доске гамбе флагорубство флагорубство не увенчается успехом так что делать что делать как играть шах бьем зачем сюда 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 не смогла так смогла мне кажется на этом что заканчивается один никита петрова два человека но еще давай до двух побредим мы уйдем давай обыграл никита петрова предоставляет опять это звездный час всех на экстримов я тебя и ванч такой уж никогда не было и не будет душ